Всем привет! Меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. По тюльпанам за моей спиной вы можете догадаться, что вчера было 8 марта, а сегодня утром я проснулась и подумала, что было бы здорово поделиться с вами моими любимыми книгами, которые написали женщины о женщинах. Они все очень разные, они разделились в разных странах, они жили в разные временные промежутки, но кое-что их все-таки объединяет, они все очень смелые, честные, сильные, умные, не боялись проявляться и быть собой, мне кажется, это самое важное. Начать я бы хотела с королевы детектива и просто королевы моего сердечка, это Агата Кристия. Нет, сегодня я не буду вам рассказывать про детектива, потому что для меня в ее творчестве есть кое-что поважнее, это автобиография, и я ничуть не покривлю душой, если скажу, что после прочтения этой книги моя жизнь больше не была прежней, потому что я поняла, какой насыщенной, какой интересной может быть жизнь человека, если он сам того захочет. И теперь, когда мне страшно, когда мне нужно принять какое-то сложное, но важное решение, когда мне нужно заняться чем-то доселе мне неизвестным, я всегда думаю о том, как бы на моем месте поступила Агата Кристия. Я уверена, что она бы переступила через свои страхи, приняла это волевое решение, и мне от этого становится легче, это тоже побуждает меня к каким-то действиям, к какому-то движению. Эту книгу она писала порядка 15 лет, уже будучи в довольно зрелом возрасте. Вы узнаете о детстве писательницы, о том, как она мечтала стать оперной певицей и всерьез долго занималась музыкой, о том, как в годы Первой мировой войны она была сестрой милосердия в госпитале, а после фармацевтом в аптеке училась смешивать в правильных пропорциях разные лекарства, и эта работа впоследствии помогла ей в те моменты, когда она писала про убийства, связанные с отравлениями и ядами. О путешествии Агаты Кристи на Восточном экспрессе, о ее кругосветном путешествии по британским владениям, о том, как она познакомилась со своим вторым мужем, который был археологом, и через какое-то время стала его полноценной помощницей, стала принимать участие в разных раскопках. Всего, наверное, не перечислишь, я бы могла целое видео посвятить этой незаурядной личности, а пока просто хочу сказать вам, что даже если вы не любите детективы, даже если вы не любите детективы Агаты Кристи, я думаю, что вас точно не оставит равнодушными ее автобиография. Нелли Блай под этим псевдонимом стала известна девушка по имени Элизабет Джейн Кокрэн, она родилась в Америке в середине 19 века, и именно ее считают одной из основоположниц жанра журналистского расследования и одной из первых корреспонденток. Интересно, как она получила свою первую работу. Однажды Нелли увидела в газете Питтсбурга статью, где дискриминировали женщин, и она так сильно разозлилась, что написала гневное письмо в редакцию. В свою очередь, редактор приятно удивился такими писательскими талантами девушки, что пригласил ее на работу. И, конечно, сначала Нелли занималась теми темами, которые ей были интересны. Это социалка, это женский труд на заводах и фабриках, это жизнь в трущобах. Но скоро в редакции ей стали намекать, что было бы здорово, если бы она занялась какой-нибудь светской хроникой, садоводством, модой. Но, конечно, все это было не для нашей героини. Ей, очевидно, стало тесно в Питтсбурге, и она переехала в Нью-Йорк, где устроилась к Джозефу Пуллицеру в газету New York World. И одной из ее первых статей там был репортаж из психиатрической лечебницы, куда Нелли попала, сымитировав душевную болезнь, потому что она слышала, что там ненадлежащим образом обходится с пациентками. Ее госпитализировали в эту больницу на острове Блэквол. Она провела там 10 дней, написала разгромное расследование, после которого власти действительно задумались о каких-то реформах, связанных с психиатрическими лечебницами, то есть ее работа возымела успех. Однажды Нелли пришла к своему редактору и сказала, что хочет побить рекорд персонажей книги Жюля Верна вокруг света за 80 дней, и отправилась в кругосветное путешествие. Она отклонилась от своего маршрута, чтобы взять интервью у того самого Жюля Верна, и действительно достигла своей цели за 72 дня, 6 часов и 10 минут. Когда Жюль Верн узнал об этом, он сразу же дал в редакцию газеты Телеграмму, в которой написал, что он ничуть не сомневался в успехах Нелли. Ей даже дали прозвище Леди Сенсация. Я от души вам рекомендую книгу «Профессия репортерка», где собраны, наверное, самые яркие расследования Нелли. Там тот самый легендарный репортаж из психиатрической больницы, там ее разоблачение фальшивых гипнотизеров, раскрытие бизнеса по торговле детьми. В общем, это действительно выдающаяся журналистская работа, при этом еще очень интересно написанная. Алена Долецкая. Я, если честно, всегда была далека от мира глянца и гламура. Я не читала журналы ВОУК и Интервью, чьими редакторами была Алена Долецкая. Но для меня всегда эта женщина стояла каким-то особняком, потому что настолько она всегда была яркой, самобытной, умной, образованной, начитанной, что к ней как-то хотелось тянуться, хотелось узнать о ней всегда побольше. И я была ужасно рада, когда прослушала ее книгу «Не жизнь, а сказка», которая, по сути, была ее биографией. Книга очень здорово отпечатана, там потрясающие фотографии, классная верстка, ее очень приятно держать в руках, но я вас заклинаю, послушайте эту книгу, потому что ее читает сама Алена. И это какой-то удивительный, вроде бы, по сути, монолог, но на самом деле диалог. Она как будто общается со своим читателем, со своим слушателем, как будто ты разговариваешь с старшей подругой, она дает тебе какие-то советы и травит байки из своего прошлого. И тебе после этого разговора реально хочется стать лучше, стать умнее, как-то развиваться, прыгнуть выше головы. Мне кажется, что это очень вообще ценное чувство. Оно редко возникает, когда читаешь какие-то книги, но вот здесь меня посетило именно оно, поэтому я, конечно, не могу пройти мимо и очень хочу вам, правда, эту историю порекомендовать. Марина Абрамович, сербская художница, которую часто называют бабушкой искусства перформанса. Мне кажется, что каждый из вас когда-либо видел в интернете или фотографии, или ролики с перформансами Марины, потому что в какой-то момент она действительно стала лицом этого искусства. И здесь у нас опять автобиография, которая называется «Пройти сквозь стены». Это удивительный текст, из которого мы узнаем и про детство, и юность Марины, которую она провела под гнетом авторитарной матери, и про ее искусство, и про ее любопытство, с которым она всегда смотрела на окружающий ее мир, ее мысли, ее вообще тонкое ощущение этого мира. И, конечно, очень большая часть этой книги посвящена ее отношениям и коллаборации с художником Улаем. Когда эти двое решили расстаться спустя 12 лет отношений, они тоже сделали из этого перформанс, Марина вышла с одной стороны Великой Китайской стены, Ула с другой, и когда они встретились в середине, то попрощались навсегда. Конечно, в этой книге также описывается, наверное, самый известный перформанс Марины. Дело было в 2010 году в Нью-Йоркском музее современного искусства. Марина сидела за столом и могла посредством внимательного взгляда установить контакт с любым желающим посетителем выставки. И в какой-то момент за стол сел Улай. Она, конечно, такого не ожидала. Они давно не виделись. И это был, наверное, единственный прокол в этом перформансе, потому что Марина не смогла сдержать эмоции и заплакала. Перформанс длился 736 часов. Это просто что-то невероятное. И женщина просто невероятная. Очень вам советую, правда, прочитать ее автобиографию. Даже если вы не интересуетесь современным искусством, я думаю, что помимо искусства там есть где покопаться, есть над чем подумать, правда. Светлана Алексеевич, белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. И ее книга «У войны не женское лицо». Я никому не буду советовать эту книгу, потому что мне кажется, что каждый должен сам принять это решение. Это, правда, морально тяжело читать, потому что эта книга основана на интервью женщин, которые участвовали в Великой Отечественной войне, которые были там санитарками, врачами, переводчицами, радистками, снайперами, да кем угодно. И эти женщины рассказывают об изнанке войны, очень мерзкой, очень грязной, очень страшной, но об этом нужно знать. И когда ты читаешь, ты испытываешь просто целый спектр эмоций от боли, жгучей ненависти к тем, кто развязал эту войну, и уважения, и любви ко всем тем, кто даже после этой адской мясорубки сохранил в себе человека. Марина Степнова, российская писательница, я читала у нее две книги, и мне очень нравится, как она в них рассказывает о женщинах, описывает женщин. Они очень разные, разные по внешности, по характеру, по своему социальному положению, но мне кажется, что Марина для каждой из них находит какие-то правильные слова, чтобы как можно точнее нам их показать, нам их описать. И сегодня я хочу вам напомнить про ее книгу «Женщина Лазаря», где целых три очень колоритных героини, которые связаны таким звеном, как гениальный ученый Лазар Линд. Это его первая любовь, женщина по имени Маруся, которая была женой его лучшего друга. Это галочка, которая позже превратится в властную жестокую Галину Петровну. Это девушка, которую Лазарь полюбил уже после войны, который буквально силой заставил ее выйти за него замуж, которую он, по сути, испортил жизнь. И это девочка по имени Лида, внучка Лазаря, балерина, которая ненавидит танцевать и мечтает о своем доме и о семье. Это семейная сага, которая проникнута с одной стороны какой-то большой, неизбывной тоской, но в то же время в ней очень много света, как ни странно, хотя там происходят очень порой мрачные события. Плюс это правда очень здорово написано, поэтому если вы еще ничего не читали у Марины Степновой, я бы рекомендовала вам присмотреться к этому роману. Сейчас вы, наверное, удивитесь, потому что следующая книга немножко выбивается из-за вот этого списка, который я составила, но я не могла его сюда не включить, потому что я ее правда нежно люблю. Это дневник Бридж Джонс английской писательницы Хелен Филдинг. Не могу не включить ее в этот список, потому что, ну, мы все немножко Бридж Джонс. Мы все хотим в какой-то момент похудеть, мы все хотим завязать с какими-то вредными привычками, мы все хотим найти какую-то внеземную любовь и все время ищем ее не там, мы ошибаемся, мы принимаем какие-то неправильные решения, мы попадаем в нелепые ситуации. И эта книга, это правда такой хороший повод напомнить себе, что да, мы можем быть и такими, и это абсолютно нормально. Это роман о девушке, которая слегка за 30, которая живет в Лондоне, работает в издательстве, занимается всем вышеперечисленным, все, что я уже описала. И за ней очень, правда, интересно следить, находить в ней себя, и, опять же, повторюсь, удостоверяться, что это нормально. Фильм тоже классный, там играют Рена Зильвегер, Хью Грант, Колин Ферд, я его недавно буквально пересматривала в преддверии Нового Года, почему-то он у меня тоже ассоциируется с новогодним настроением. Это книга, с которой можно отдохнуть, расслабиться, взять ее куда-нибудь с собой в отпуск. Элизабет Страут и ее Оливия Киттерич это сборник из 13 рассказов, там одно и то же место действия, небольшой тихий городок, но разные персонажи. Правда, очень быстро выясняется, что все они связаны одной героиней, той самой Оливии Киттерич, которая в том или ином виде появляется в каждом рассказе и выясняется, что кого-то из героев она учила в школе, потому что она бывшая учительница математики, а сейчас на пенсии, кто-то был ее соседом, кто-то ухаживал за ее парализованным мужем, ну и так далее. И выходит так, что эта Оливия как будто бы из разноцветных лоскутков, из вот этих рассказов сшивает какое-то единое лоскутное одеяло. И сначала, в первых рассказах, она вас может раздражать, она вам может показаться какой-то очень уж черствой, бескомпромиссной, но от рассказа к рассказу, когда ты за ней наблюдаешь, у тебя появляются к ней какие-то очень теплые чувства, тебе жаль эту одинокую женщину, в которой определенно горит вот какой-то огонек доброты, она действительно умеет сострадать, она не боится говорить правду, кстати, в лицо, и этим, мне кажется, тоже вдохновляет иногда поступать точно так же, не вилять, не юлить, а выкладывать все как есть, в общем, очень разные чувства испытываешь к этой героине, но в конце настолько к ней привязываешься, что уже тебе даже грустно закрывать эту книгу, благо есть, кстати, вторая часть, я, правда, до нее еще пока не дошла, но надеюсь когда-нибудь тоже до нее добраться. Кузель Яхина Залиха открывает глаза, если бы вы только знали, как сильно я люблю эту книгу. Я читала ее взахлеб, и она развалась просто в каждой клеточке моего тела, моего мозга, и это было уже довольно давно, но во мне прямо вот еще живы все те эмоции, которые я испытала, и, конечно, раз мы сегодня говорим о женщинах, то я не могу оставить вас без героини Зулихи, потому что сначала она кажется такой бесхребетной, такой мягкой, такой вообще податливой, но потом выясняется, что ее доброта, ее великодушие, ее милосердие, это ее сильные стороны, и внутри у нее мощный тержень, она по-новому раскрывается, ты по-другому на нее смотришь, наверное, нужно немножко вообще обрисовать сюжет, чтобы вы понимали, на каком фоне происходит развитие этой героини, дело было в 1930 году, волна раскулачиваний докатывается до семьи Зулихи, ее мужа убивают за нападение на красноармейца, а саму девушку просто буквально кидают в вагон теплушку, который следует в Сибирь, где на берегу Ангары людей просто оставляют, хочется сказать, умирать, но вообще-то выживать, у них нет дома, у них нет теплых вещей, они просто должны начать свою жизнь с нуля, причем в очень и очень суровых условиях, и вот на вот этом фоне как раз раскрывается это невероятная женщина. Я знаю, что Гузель Яхина писала эту книгу очень долго, точнее как, писала она ее где-то 8 месяцев, но до этого два года она занималась сбором материала, очень много времени провела в библиотеках, архивах, и вообще написать этот роман ее вдохновила собственная бабушка, которая в детстве тоже прошла все эти ужасы, которые происходили на тот момент в нашей стране. Ну и, конечно, те, кто меня давно знают, наверное, уже догадались, что в этом списке я, конечно, не могу пройти мимо своей любимой современной писательницы Нарине Абгарян и ее солнечной Армении. Нарине, конечно, какая-то уникально светлая женщина, я все никак не соберусь силами посмотреть ее в последнее интервью Екатерине Гордеевой, признанной в Российской Федерации агентом, потому что я нахожу в социальных сетях какие-то кусочки, и мне уже плакать хочется, и мне кажется, что я просто прорыдаю все интервью, настолько она какая-то теплая, родная, своя уже, и я сегодня хочу рассказать о книге «С неба упали три яблока», хотя, наверное, под тематику моего ролика вот эту женскую большего подошла история «Симон», где сразу несколько женщин рассказывают о своей судьбе, но я именно вот с этой повести «С неба упали три яблока» начала свое знакомство с Абгарян, именно с этой книги у нас случилась такая безусловная любовь, поэтому сегодня о ней. Удивительно, что когда открываешь эту книгу и читаешь такое первое витиеватое красивое предложение, оно заканчивается словами «Сивоянца Анатолия легла помирать», и ты такая «Понятно, все, что меня тут ждет», но на самом деле все оказывается совсем не так. Анатолия слегка за 50, у нее была довольно безрадостная жизнь, она рано осталась сиротой, потом вышла замуж за не самого приятного человека, и единственной ее радостью была работа, она была библиотекарем, это позволяло ей читать много книг и постоянно общаться с детьми, и это ее вдохновляло, это ее наполняло, но сейчас в деревне остались одни старики, уже нет там никаких детей, и Анатолия думает, что ее дни уже действительно сочтены, как будто бы нет больше никаких смыслов, но она даже не подозревает, какие повороты сюжетные уготовила для нее судьба, на этой прекрасной ноте я заканчиваю со своими россказнями, и отпускаю вас уже наконец-то догуливать праздничные выходные, и конечно не могу упустить возможность поздравить всех девочек, девушек, женщин с прошедшим 8 марта, и хочу пожелать вам всегда иметь возможность оставаться собой, в любых обстоятельствах, слушать свое сердце, слушать себя, потому что только вы сами знаете, как для вас будет лучше, и отдельно хочу поздравить женщин, которые всегда были моим примером, которые всегда были рядом, это моя мама и бабушка, которые, наверное, будут смотреть это видео, и я хочу сказать, что ваша любовь и ваша забота это моя самая большая поддержка, которая ведет меня по жизни. Ну, а я буду с вами прощаться, не забывайте подписываться на мой канал, на мой телеграм-канал, ссылочка, как всегда, будет в описании к этому ролику, пишите комментарии, ставьте лайки, мне все это, правда, очень важно, надеюсь, что наше расставание будет недолгим, увидимся, до скорого, пока!